Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой пульт под названием Thomson. Этот пульт изготавливается на заводе Hama. Полное название у него Thomson 00132674 и предназначен он для управления телевизорами LG. По умолчанию управляет 90% всеми телевизорами LG, скорее всего, не нуждается в настройке. Но если что-то у вас не работает, можно его настроить. В том числе и обучить. Первый способ настройки данного пульта – это ввод кода. С пультом поставляется вот такая вот книжка, инструкция на многих языках, в том числе и на русском. Здесь есть перечень кодов. Если вы эту инструкцию утеряли, я оставлю ссылочку в описании под этим видео, можно с ней ознакомиться. Итак, что мы делаем? Зажимаем кнопку «Убрать звук» и зажимаем кнопку «Включение» одновременно. И ждём, пока индикация не загорится постоянным красным светом в кнопке «Пауэр». Как видите, индикация загорелась. Отпускаем эти кнопочки и вводим код из списка кодов. Например, 001. 0, 0, 1. Индикация погасла, код принят. Проверяем его на телевизоре LG. Всё ли в порядке, всё ли управляет. Как видите, даже тестер распознаёт. Переводил код. Если не работает или что-то некорректно срабатывает, вводим следующий код 002. Те же самые действия. И прямо поверх вводим код. Проверяем его на телевизоре. Второй способ настройки данного пульта – это ручное перебирание кодов из базы. Для этого зажимаем те же кнопочки «Включение и убрать звук» до появления постоянного свечения. Свечение появилось. Отпускаем кнопки и зажимаем кнопку «П плюс». Он будет базу крутить вперёд свою. Как видите, каждое нажатие кнопки – это какой-то код. Телевизор в этот момент у вас включен. Вы нажимаете попеременно на эту кнопку. Видите, наш тестер просто не все коды знает. И слеть из-за реакции телевизора. Либо отключится он, либо появится шкала увеличения громкости. Скорее всего, это будет отключение. Это значит, что код подхватил, код совпал. После этого для выхода из режима обучения нажимаем кнопку «Муты» один раз. Он выходит. Не обучение, точнее, а программирование, да, получается. Он выходит. И проверяем весь остальной функционал. Если что-то срабатывает у вас некорректно, вы можете таким же образом продолжить поиск. Это, получается, был ручной перебор кодов. Третий способ, самый сложный, это обучение данного пульта. Для этого вам понадобится какой-то исходный пульт, так называемый донор, с которого мы будем переносить сигналы. Вот. Что делается? Зажимаются кнопочки «Убрать звук» и «Прибавить громкость». Ждём появления постоянного свечения в кнопке «Пауэр». Свечение появилось. После этого вводим код 980. 9-8-0. Два раза моргнул. Это означает, что он готов обучаться. Индикация горит постоянным светом. Он ждёт входящего сигнала. Располагаем пульты диодами и излучателем друг против друга. Нажимаем кнопку сначала на пульте доноре. Видим, да, что у пульта Хамма, у пульта Томпсон заморгала индикация. Нажимаем один раз кнопку. Четыре раза моргнул, сигнал записался. Следующую кнопочку переносим «Громкость прибавить». Нажимаем её и направляем. Здесь нажимаем один раз и записался. Громкость убавить. То, что у нас пиликает, это тестер наш пиликает. У вас ничего пиликать не должно. И последняя кнопка – это внешний источник Source. Нажимаем её здесь. И зажимаем здесь один раз. Всё прекрасно. Для выхода из режима обучения зажимаем кнопку «Убрать звук» и «Громкость минус». Нажали, отпустили. Индикация погасла. Проверяем. Давайте сделаем сверху кодов. Возьмём наш пульт исходный и этот пульт. Давайте. Кнопочка Power. Код 08. Код 08. Всё в порядке. Записалось. Прибавить звук. Код 08. Код 02. Что-то мы не то записали. А, нет. Вот, вот, вот. Всё хорошо. Код 02 появился. Код 02 появился. Код 08 появился. Код 08 появился. Делаем те же самые действия. 9, 8, 0. И продолжаем записывать. Кнопочки, которые не записались со второго захода. Ничего страшного там нет. Бывает, из четвёртого и из пятого записываются. Просто надо подольше удерживать кнопку, на которую записываем. Ну и дальше делаем сверху кодов. Громкость прибавить. Код 08 появился. У нас код 08. Прекрасно. Громкость убавить. Код 08 появился. Код 08. Замечательно. И input не записался. Ничего страшного. В общем, видите, прекрасно, что пульт обучается. Пульт вполне себе работоспособный. Отличный товар, на мой взгляд. И собран он хорошо. Видите, зазоров по швам нет. Идеальная сборка. При очень хорошей цене. Очень приятная цена на этот пульт. Поэтому я рекомендую его к покупке. Если что-то у вас там не получается, вы можете также сделать сброс с заводским настройком. Делается этот сброс очень просто. Зажимаем кнопочку back и кнопочку 0. И удерживаем, пока индикация не моргнет 3 раза. Ждем. Раз, два, три. Все, индикация моргнула. Он вернулся к заводским настройкам. Вот такие способы настройки данного пульта. Также тут существуют всякие интересные дополнительные функции, как ограничение функционала, я так понимаю, для пожилых людей, чтобы ничего не настроили. Но это уже все в инструкции. Можете изучить. Это уже слишком глубокая такая настройка. Будет очень длинное видео, если мы это будем изучать. На этом у меня все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч.